Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN и сегодня мы делаем с вами честный обзор на Т-28 Defender. Причиной тому является факт выхода данной машины на продажу. И честно говоря, с учетом того, что это очень древняя машина и на сегодняшний день крайне тяжело реализуемая, я бы сказал, что 7500 для нее очень завышенный ценник, особенно с учетом того, что максимум того, что вы получаете, это аватар. Ну, помимо самой машины, слота в ангаре и открытого всего оборудования. Если бы здесь были какие-нибудь контейнеры, дни према, я не знаю, ну короче, что-нибудь повеселее, может, ценник и был бы плюс-минус адекватным, сейчас же он существенно завышен. И когда машина была на новогоднем аукционе, особого ажиотажа по этой машине не было. Да, были желающие приобрести, просто потому что фанатеют от самой вот этой вот мини-ветки Defender, я так ее называю. Ну а в целом же машина очень сложная, потому что бы ее реализовать в современных боях, исходя из ее унылой подвижности и времени перезарядки ее барабана. Есть, безусловно, и позитивы по данной машине, в частности, вопрос того, что у нее довольно неплохо насыпано брони, и она довольно неплохо танкует. Ну а в остальном же, ребят, там очень много сомнительных вопросов, о которых вам необходимо знать перед тем, как принимать решение покупать или нет. Средний урон 400 единиц, это круто, потому что у вас целых 3 снаряда в магазине, которые вы выбрасывая даете 1200. Но, с другой стороны, время перезарядки снаряда в самом магазине, безусловно, лучше, чем у того же самого ИСа-защитника, там, где время перезарядки между снарядами в магазине составляет аж целых 7,5 секунд. Здесь вроде бы лучше, но всего лишь на одну секунду. И 6,67 на сегодняшний день это время перезарядки довольно большого количества машин в игре на 8 уровне с цикличными орудиями. Только здесь у вас цикличного орудия нет, и когда вы отбросали 3 снаряда, как обычный цикличный танк, то, соответственно, дальше вы становитесь на перезарядку на целых 20 секунд, ребята. Это с учетом того, что у меня установлено оборудование на улучшение времени перезарядки. Почему не ставил на дополнительный пробой? Да просто потому, что здесь 225 пробоя, и на 8 уровне их хватает. А если не хватает, вы можете перейти на подкалиберные, которые сильно там не опустошат вашу копилку. Ну а что касается урона, который будете наносить, то всего лишь на 60 единиц меньше, что в целом тоже терпимо. Поэтому я поставил именно на время перезарядки. Хотя спасает оно, я бы сказал, не сильно существенно, потому что если вы снимете, допустим, вентиль, вы потеряете всего лишь 0,43, то есть, ну, грубо говоря, неполные полсекунды. Хорошо это или плохо, не знаю, мне так удобней. Рассказываю, как стоит у меня оборудование. Если у вас как-то по-другому, обязательно пишите об этом в комментариях. Что касается разброса и времени сведения, то вот эти вот вещи необходимо заценивать в бою. Я скажу следующее мнение по поводу времени сведения. По времени сведения, ребят, машина в целом, вернемся к ней на секунду, машина в целом по времени сведения, несмотря на то, что оно большое, оно нормальное для нее. Ну, просто потому, что вы все равно сводитесь быстрее, чем перезаряжаетесь. Вот если у вас такое время сведения с крайне быстрой перезарядкой магазина, допустим, там в 1.63 или 1.67, как у АМХ от Defender, то понятное дело, что время сведения здесь существенно влияет. Ну, а когда ты успеваешь свестись быстрее, чем перезаряжаешься, в целом от этого хуже тебе не становится. Что касается брони, о которой я говорил, то машина броней действительно обладает, и она очень хорошо танкует. И ее очень сложно пробить, когда она стоит в прямой проекции. Безусловно, пытаются целить вот эти вот ком-башни, ну, либо пытаются бросать фугасы в основание башни, как это принято. Но обратите внимание, что здесь есть, в отличие от многих других машин, здесь есть, как тебе правильно показать, вот так, наверное, здесь есть вот этот дополнительный кант. То есть, ваша башня, она ходит не сразу по корпусу, а по основанию, на котором она находится, на котором она установлена. И, соответственно, когда прилетает фугас вот сюда, кант на себя тоже частично принимает. А он имеет здесь броню и довольно неплохую, соответственно, осколки не все прям заходят в корпус. Ну, и, соответственно, меньше урона вам накидывают. Что касается кормы, здесь сущий просто картон, 25 всего лишь миллиметров брони, а чуть пониже 50, но это не спасает абсолютно. В целом же, против фугасов защита неплохая. Если ты ромбуешь на данной машине, а на нем можно ромбовать и ромбовать успешно, то в целом все довольно неплохо. 75 миллиметров брони прямой проекции превращаются в 400 миллиметров приведенки. Но, ребят, не стоит забывать по поводу того, что забросить можно вот сюда вот, а здесь всего лишь 75. А с приведенкой, грубо говоря, 80. Ну, да, можно там как-то еще подвигаться, но в целом плюс-минус вы понимаете, о чем я говорю. Но и самое простое, зачем всем этим заниматься, если можно бросить вот сюда вот за каток, там где 52 миллиметра. И если соперник не совсем правильно довернулся, то сюда при 193 миллиметрах вполне нормально себе заходит. Тут даже не приходится комбашни какие-то выцеливать. Но для этого Defender не стоит бояться. На него просто необходимо выехать, посчитать, сколько выстрела он уже сделал. Ну и, соответственно, дальше у вас есть больше 20 секунд на то, чтобы его разбирать, начать его закручивать. А это тоже не очень сложно. Поэтому, ребят, подход к нему однозначно вы найдете. Теперь, что касается сравнения с другими машинами. Я бы сказал, что сложно сравнивать его, потому что он, по большому счету, один такой, с тремя снарядами. Но, во-первых, есть тот же самый G-SOR, который существенно превосходит данную машину. И да, кстати, он именно G-SOR, а не XOR, как его многие называют. Поэтому не пишите, пожалуйста, в комментариях о том, что я название неправильно произношу. Иногда ошибаюсь, иногда называю как-то по привычке, но в данном случае G невозможно по-другому как-то назвать. Поэтому, ребят, G-SOR, он действительно чутка повеселее. А насколько это чутка? Да существенно. Потому что здесь заявленный ДПМ 2135, а здесь у нас, ребят, заявленного ДПМом 2420. И это существенно больше, играется он гораздо бодрее. Да, у него нет брони такой, как у Defender, но все же. Что же касается всех остальных, ребят, они все цикличные. И обратите внимание, все, тупо все ПТшки на уровне круче и намного круче, чем Defender. Да, окей, отсюда можно удалить WZ-121GFT. Но дело в том, что данная машина, ну она просто для миллионеров. Потому что последний раз для того, чтобы ее получить, надо было задонатить на 300 баксов. Поэтому я не думаю, что эту машину стоит оставлять в таблице сравнения. Просто потому что, ну я считаю, что крайне малое количество игроков может реально данную машину себе позволить. Либо кому-то фортанет ее вытащить бесплатно. Но даже если мы ее заберем оттуда, обратите внимание, что есть машины как среди проходных тачек, так и среди премиумных. Короче говоря, все, тупо все ПТшки по ДПМу взывают Defender настолько, насколько только можно это сделать. И я давно говорил, что разработчикам уже пора бы приложить руку к изменению и внести балансные правки в серию танков Defender. Потому что потенциально это обалденные машины. Но они на сегодняшний день настолько устарели, что требуют внесения определенных изменений. Скорость 30. Дальше мы идем 35, 38, 50. Ну а короче говоря, только тот же самый Фердинанд обладает такой подвижностью. Ну и существенно хуже еще несколько машин Т-28, а Т-15 к нему же туда им черепаху МК-1 засунем. Но все остальные машины опять-таки существенно лучше. Доходность ничем не круче, чем у всех остальных. 170 процентов. Что касается процента побед, 53 процента. Но мне почему-то кажется, что это связано не с тем, что машинам супер крутая и нагибающая, а с тем, что игроки, которые пользуются данной машиной, они более-менее подкованные. У кого-то данная машина еще с тех времен, когда ее только вводили. Ну и понятное дело, что у них руки намного ровнее, чем у тех, кто играет недавно. Это не в обиду тем, кто недавно играет. Просто констатация факта. Так что, ребят, выкатываем ее из ангара и посмотрим, на что она действительно способна. Стоит отметить, что Defender в свое время, это была мечта. Мечта многих, многие хотели данную машину себе заполучить, но просто потому, что на тот момент не было барабанных машин. И когда Defender'ов начали вводить, это были первые машины с барабанными орудиями, премиумные, которые действительно кардинально отличались по геймплею, по тому, насколько бодро ты подъезжаешь и начинаешь раздавать. И броня Defender'а на тот момент, она действительно была гораздо круче, чем она на сегодняшний день. Ее не нерфили, просто машины, которые появляются в игре, они становятся все лучше и лучше. И от этого никуда не спрячешься. Но, как я уже сказал, все в руках разработчиков. Возможно, когда-нибудь у них дойдут руки до того, чтобы данную машину преобразить. И не только данную машину, а вообще в целом машины серии Defender. Из всех машин серии Defender на сегодняшний день самым актуальным является Defender MK1. И с этим я не думаю, что будет кто-то спорить. Что касается АМХ Defender'а, ему очень сильно не хватает брони. Что касается вот этого Defender'а, сейчас посмотрим, чего ему не хватает. Но, по-моему, все необходимое я уже озвучил. Что касается ИСа, то тот бедняга настолько устарел, что она вряд ли есть вообще желающая смотреть в его сторону. Что касается углов склонения орудия, просто обалденные. И если вы найдете себе подходящую позицию на карте, то вас оттуда фиг кто выковырит. Ну, простите, выковырит. Если у вас еще при этом будет поддержка из ваших союзников. Чего не хватает Defender'у? Ему немножко не хватает подвижности. Ему не хватает времени сведения. Я говорил по поводу того, что для него это не является катастрофой. Исходя из того, что у него время перезарядки между снарядами довольно-таки существенное. И он успевает сводиться. Но первый снаряд, ребят, тоже необходимо в кого-то отбросить. И пока ты вот так сводишься, ты реально себя чувствуешь настолько унылым, что капец. Вот сейчас против нас играет Джессор. Обратите внимание, насколько он более подвижен. Да, он более картонен. Но в то же время, ребят, его барабан существенно более устрашающий, чем у Defender'а. Уходим на долгую перезарядку, целых 20 секунд. Есть время попить чай, сходить в магазин. Я не знаю, там, заняться какими-то домашними делами. Ну, а лучше всего остановиться и начать сводиться. Потому что, когда я дозаряжусь, я хочу успеть выстрелить и дать хоть какой-нибудь дополнительный урон. Откатываемся назад. Опять-таки ждем, пока мы перезарядимся. Спасибо парню, он подставляется. Но, к сожалению, снаряд не заходит. Я буду быковать, буду ехать на него. У меня есть один снаряд в загашнике. Я надеюсь, что я сейчас его выковырю. Жду полного сведения, просто для того, чтобы не рисковать. И делаю свой заслуженный первый фраг. Насколько это бодро и весело? Ну, такое, знаете, ненасколько. Если повезет с позицией, вы где-нибудь станете. И, как я уже сказал, учитывая сложность выковыривания вас с этой позиции с учетом брони в башне и в корпусе. Ну, и с учетом углов склонения вниз по орудию, тогда кайфануть действительно можно. И с этим я спорить не буду. Но, чтобы сказать, что вы прям в каждом бою этот кайф ощущать будете, ну, навряд ли. Играя за данная машина, я бы сказал, больше как тяжелый танк с ущербной подвижностью, чем как ПТ-шка с таким, знаете, точным, хорошим и бодрым орудием. Ну, факт есть факт. Я понимаю, что кто-то может написать в комментариях, что я просто олень не знаю, как на данной машине круто отыгрывать можно. Я знаю, я много отыграл на данной машине. И, поверьте, я понимаю полностью все и ощущаю, о чем я говорю. Где он прячется? За зданием? Ну, окей, хаех. Поехали. Будем товарища отправлять в ангар. Есть два снаряда, плюс еще у нас есть поддержка. Но я думаю, что вот этого, братка, мы все-таки добрать успеем. Хотя, опять-таки, не сильно приятно в том, сколько нам приходится ждать, чтобы сделать еще один выстрел. Где-то прячется еще одна ПТ-шка. Запаса прочности у меня больше, чем достаточно. Сто тридцатка навряд ли меня разберет. Главное, приехать к ней с полным барабаном. И даже если она фуловая, то моих 1200 сделает свое гнилое дело. Ну, а если меня не хватит, то явно поддержат товарищи-союзники. И больше, чем уверен, что доберут. Но, как видите, 1100 единиц. Запаса прочности у СУ-130ПМ. Поэтому, потенциально, данная машина может с одного барабана разобрать. Но на это вам понадобится не менее 13 секунд. Ну, просто потому, что вы сделаете первый выстрел. Потом вам необходимо подождать два раза по 6 с копейками секунд. Того получается 13 секунд. Ну, не знаю, насколько это удобно в бою. Может, кому-то и подойдет. Я же Defender в свое время приобрел себе на неосновной аккаунт. Не спешу приобретать себе его на основу. Может быть, когда-нибудь, когда у меня будут там преобладающее большинство танков в ангаре, я и раскошелюсь на то, чтобы разбить свою золотую копилку и приобрести себе его сугубо в коллекцию. Брать его как нагибатора, ну, навряд ли. Как фармера тоже нет. Это больше машина дань истории. И больше машина для вот такого коллекционирования и выезда на ней периодически, чтобы просто тряхнуть стариной. Знак классности третьей степени, абсолютно ничего не делая, говорит о том, что машина не сильно результативная по боям. 2470 единиц урона, 2 сделанных фрага и в своей команде по урону я занимаю заслуженное второе место. Можно, безусловно, на Defender делать и больше. Главное, чтобы просто с разъездом повезло. Вот такой вот он, Т-28 Defender. Стоит ли его покупать? Безусловно, решать вам. Мое дело показать машину такой, какая она есть на самом деле. И какой она может быть в ваших руках, если вы не скилловый игрок и ваш процент побед не составляет 60+. А на данный момент у меня все, всех благ, всего хорошего мира, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.